Параплан – это самая яркая квинсистенция мечты летать. Ой, нет, надо! И мне сказали, ты летать не будешь. А я хотел. А я решил, что буду. И я же летаю. И я как вообще попал на параплан? Я стал настоящим боевым ботаником. Я летал, представляете? Чисто, чисто! Эй, 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 эй! Чувствуется, я так похудею. Как это? Трэч, тэч, тэч, колесо ругается. Ему так не нравится. Никакие самокаты не сравнятся с колесом электрическим. Полечу так все проблемы одним махом. Ой, ой, ой. Запаску, запаску брось. Сдумно как-то срухнул. Как летать? На колесе, наверное, проще. И надежней. Здравствуйте, глупо уважаемые любители планерного спорта. Сейчас я буду двигаться в сторону горы Апоттер на моноколесе. Стартую от дома. Заряд на колесе полный. У меня запас хода теоретически 80 километров. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Оп. Оп. Ну, вроде как. Мне просто интересно, насколько реально ехать на моноколесе. С рюкзаком. Потому что навернуться, вы сами понимаете, было бы крайне обидно. Ну, ничего. Конечно, 40 километров в час выжимать я не собираюсь. Моноколесо не для этого. И, конечно, если я сейчас бам сделаю, то это будет бам. И на мне будет еще рюкзак. Но я надеюсь, что бам не будет. Мы едем. Пока мы едем по нашему населенному пункту. Лоботи-Монцеллеон. Аккуратненько выглядываем. Никаких машин нет. И, видите, спокойненько можно ехать, наслаждаться видами окружающей природы. Но, чтобы вы понимали, как красиво впереди, посмотрите, какие у нас там горы. И, может быть, над этими горами я сегодня буду летать на параплане. У меня сзади в рюкзаке находится параплан Magnum 3 компании Ozone. Самый замечательный параплан в мире. Не, на полном серьезе. В 2000 году я полетал впервые на параплане фирмы Ozone. И это было просто такое открытие на тот момент. Потому что многие фирмы делали крылья, ну, как делают такой спортивный болид. Для того, чтобы побеждать на соревнованиях. Ну, и, типа, кто побеждает на соревнованиях, тех и покупают. А на разработку обычных крыльев, ну, тратили какое-то время. Но все по остаточному принципу. Ну, Ozone решил сделать по-другому. То есть, они сделали совершенно потрясающий параплан. Такой, ну, не совсем даже послешкольный, а такой вот, как-то, среднего уровня. И он получился настолько кайфовый, вот этот вайб, что вот ты на него садишься, а он... Ставка была на управляемость. То есть, в основном же в полете идет управление. И он управлялся силой мысли. Ну, до сих пор вот вайбой, октан, я, наверное, для себя считаю просто эталонами управляемости. От этой управляемости постоянно получалось удовольствие. Ты вот тянешь к Леванту, а за тобой вот это все идет за ручкой. Ну, кайф. И я с тех пор начал возить эти крылья в Россию. И до сих пор мы, там, первый же год мы завезли больше ста парапланов. Это был 2001 год. Просто вот бах! То есть, я не знаю, каждый третий день продавался параплан. Представляете, вот так быстро все это работало. Ну, и в основном, исключительно из-за того, что Марко продавала саму себя. То есть, достаточно было ставить такой параплан на поле. И раз, человек приехал, попробовал, и все. Вот я просто привозил, и не увозил назад. Можно было в один конец все возить. Так, железная дорога. И потом пошло-пошло-пошло, и в какой-то момент Зон начал делать и спортивные крылья. И, значит, на секундочку момент, на Энзо летает 70%, наверное, мировых пилотов, которые соревнуются, топовых пилотов, которые соревнуются там на чемпионате мира, на кубке мира. То есть, представляете, доминирование 70%. Это очень много. Итак, друзья, у меня за спиной счастье. У меня за спиной самый волшебный летательный аппарат, который создан человеком. Это параплан. Почему он волшебный? Да потому что все его элементы работают на растяжение. То есть, если брать, если среди вас есть инженеры, то инженер понимает, что штука, работающая на растяжение, самая удачная. Легкость параплана, то, что он может весить, там есть парапланы, которые весят один килограмм, один. Но сейчас у меня за спиной тандем, он весит, по-моему, 6 килограмм что ли, или 7, не помню. Но это все равно мало. Представьте, летательный аппарат, вот это двухместный летательный аппарат у меня, для того, чтобы колесо с собой взять. Он весит всего лишь там 7 килограмм. Я вот сейчас спокойно еду, я сейчас везу с собой параплан двухместный, подо мной колесо, моно, я его возьму с собой. То есть, вот я полностью автономная летательная система. Если бы меня кто-то спросил, Игорь, а с чего бы ты хотел начать свой летный опыт, я бы вообще не задумываюсь, сказал, с параплана. То есть, вот честно, абсолютно, я сейчас не лукавлю, не то, что я там ролик снимаю и все дела. Я просто это часто задаю, там, Волков, а вот ты вот парапланы там столько лет, а что ж ты сразу с планера не начал? А дело в том, что я бы и не начал с планера, потому что параплан намного кайфовей. Он позволяет, друзья, вот, вот посмотрите, вот мы, кстати, едем вот туда, где тот снежочек будет, вот старт будет за деревьем. Вы видите, сейчас просвечивает горка. Горка называется Аспермонт. Ой, старт называется, городок называется под горкой Аспермонт, а на горке, вот там, где лежит снег, будет старт. И вот с этого старта я попытаюсь взлететь. Параплан позволяет чувствовать небо. То есть, вы его чувствуете, ну, не знаю, ходила шутка, когда я летал много и ставил какие-то рекорды на парапланах. Все говорили, ну, как Волков так потоки чувствует? Кто-то пошутил, говорит, а давайте мы его побреем. Я не знаю, сейчас не упаду или нет. Вот, ой. Я как кататься люблю в шортах, ходить в шортах, вообще все в шортах. Ну, это просто потому, что мне нравится ногами чувствовать ветер. И именно когда я ногами, головами чувствую ветер, я периодически действительно чувствовал на параплане, как тебя обнимает этим потоком восходящим. Вот ты влетаешь в поток, он тебя обнимает, щекочет волосы на ногах. И вот как, знаете, коты вот этим носом нюхают, там у них вот эти волосинки, и говорят, если коту усы все побрить, то он вообще будет, все ему. Так вот, шутили так, если волку в ноги побрить, то летать вообще не сможет. Ну, шутка. Сегодня я в штанах полечу, потому что, несмотря на то, что здесь все-таки тепло, наверху реально холодно, и не справлюсь я без штанов. В этом весь кайф, когда ты чувствуешь вкус неба на губах. Вот, понимаете, вот, каждой клеточкой тебя обдувает этим ветром, ты единение некое с природой получается. Основная причина, по которой я начал бы все-таки с параплана, именно та, что он позволяет научиться чувствовать небо, вот эту нижнюю треть, именно ту самую треть, на которой планеристы становятся слепыми котятами. Если планеристу сказать, у тебя там 500 метров, что ты будешь делать, да блин, он скажет готовиться к посадке, и это верно. То есть 300 метров на планере действительно очень сложно обработать поток, если ты на дотеравнины, потому что тебе нужно думать уже о приземлении. И потоки, которые сходят с земли, они в какой-то мере потихонечку разгоняются, и поэтому земли вот ниже 300 метров, это такие пузырики, пузыри, которые на планере выкрутить сложно. А параплан позволяет на этой высоте просто чувствовать все это, все вокруг, чувствовать абсолютно все дуновения воздуха. И это прекрасно, это дает, наверное, какую-то некую свободу, то есть мне было очень легко, когда я пересел с параплана с качеством там парапланерного 10, на планерах была не с качеством 27, я чувствовал, что вообще я лечу куда хочу. То есть я могу бесконечное количество потоков проверить. Но потом я пересел на Ятарь, начал рубиться на всяких соревнованиях, и я почувствовал, вот когда выключают, вот как сегодня погода, посмотрите. Видите, вот ни облачка нигде. Вот когда включают вот такую погоду с не облачка, то планеристы, я говорю, становятся слепыми котятами, то есть они не понимают, где эти потоки есть, сбиваются в такие стаи, действительно выгоднее на планере в такую погоду летать стайками, прочесывать местность, находить потоки. Парапланеристы же в такую погоду чувствуют себя, наверное, чуть легче, потому что они очень много времени проводят в этой нижней трети, и привыкли смотреть на триггеры, откуда сойдет сейчас поток, вот с какой, вот смотрите, видите, впереди холмик, вот с этого холмика всегда сходит поток. Почему? Ну, потому что вокруг вот равнина, видите, вот мы едем сейчас по равнине, и воздух, который течет по этой долинке, по равнинке, он натекает на холмик небольшой, холмик работает триггером, с него сходит поток. Граница поля лес всегда какая-нибудь работает, контрасты, городочки, еще чего-то, то есть планерист из-за того, я все время буду сбиваться, парапланерист из-за того, что он проводит время все время в этой нижней трети, он привыкает брать поток, не знаю, от каждого фонарного столба, поэтому мне, как планеристу, на такой высоте мне было несложно, я выигрывал упражнения на чемпионате там России, за мной, как это, помните фильм «Брятого рука», там мальчик такой идет, за ним Миронов движется, и вот как раз так я тоже летел на планере, за мной такая группа, там Волков, он на параплане много летал в такую погоду, знает куда лететь. Именно чувство вот этой вот нижней трети атмосферы волшебной позволяет увереннее летать. На колесе, наверное, проще, и надежней. Да! Ну, ошибкой было что? Ошибкой было то, что я сейчас начал поправлять. Когда я начал двигаться на колесе, я неудачно поставил педали, не совсем ровно. И я вместо того, чтобы остановиться, поправиться, поехать дальше, я решил поправить на ходу, благо это умею. Но с рюкзаком у меня не получилось это сделать, поэтому мне пришлось с колеса соскакивать и делать тот кульбит, который вы сейчас наблюдали. Именно поэтому поездка на колесе комфортна до скорости 20 км в час. Примерно та скорость, на которой вы с него сможете спрыгнуть и, может быть, успеть пробежаться. Если вам не удастся пробежаться, то падение со скоростью 20 км в час тоже не является каким-то катастрофой и ужасом. Фух, да! Итак, друзья, главная причина, по которой я бы советовал еще выбрать всем параплан для начала, это его доступность. Мы вот сейчас едем по обычному французскому городку, ой, где живут обычные французские крестьяне, селяне. О! Всякое там бам! Зарплата минимальная составляет полторы тысячи евро. Им настолько стоит минимально какой-нибудь бэушный, нормальный, хороший параплан. То есть вы за минимальную зарплату можете взять и купить себе параплан. Но, в принципе, в России там, наверное, чуть по-другому, но все равно параплан доступен. Сопера была параплан, я купил в 20 лет. Как только полетел на параплане, смог потратить 350 долларов на тот момент. А еще, друзья, параплан прекрасен тем, что можно вот так вот путешествовать пешком, ну или там с моноколесом, взять, остановиться у горной речки, посмотреть, как все красиво вокруг. Но ведь красиво, вот просто подышать воздухом. Этого всего нету в планере, потому что ты садишься и ты дальше в этом вот замкнутом пространстве, у тебя бездна возможностей, ты монстр, ты конь-огонь, ты можешь летать со скоростью 200 км в час, но у тебя вот нет вот такой вот, не знаю, горной речки по дороге на старт, запах ососин, мы сейчас будем подниматься в гору и прочего. То есть, вот это вот некоторое единение с природой, это тоже очень большое удовольствие от параплана. Сейчас хочется забраться туда и искупаться вообще. Ух! О! Всякие жужелицы полетели. Класс! О чем мы, друзья, говорили? О единении с природой? Ну вот, в единении с природой есть одна проблема. Запах попакивает навозиком. Мы подъезжаем к городку Эсперсюрбуш, и тут пасутся всякие лошадки. Вот, и ну так, в принципе, хорошо. Весна. Весна, лошади, запах навоза. Что может быть лучше? А наш склон, к которому я двигаюсь, вот находится. На него, к сожалению, с южной стороны нету возможности забраться, и поэтому я сейчас буду его объезжать с севера и подниматься с северной стороны, где может быть снег. Вот, смотрите, горка вот там, видите, со снежной вершиной, там снег лежит. Так как и здесь наверху снежочек лежит, я думаю, что мы, может, даже до самого верха и не доедем, придется пешком где-то там шляться. Городочек, по которому я сейчас не еду, называется Эсперсюрбуш. В этом городе есть железнодорожная станция хорошая. Сюда можно приехать на поезде из Гренобля, можно приехать из Женевы. Ну, от Женевы до Гренобля и из Гренобля сюда. Такие все уютненькие, старые здания. Здесь, если что-то сносят, строят примерно в таком же стиле, достаточно срого это соблюдается. Сегодня вышла новость, что какой-то замок стоимостью 53 тысячи евро будет сноситься, просто потому, что его владелец там впал во разум, понастроил кучу всего, не согласовав. Соседи подали жалобу, суд ее удовлетворил и замок будет снесен. Правовая страна, пожалуйста, если хочешь что-то строить, строить так, чтобы всем было комфортно. Но зато посмотрите, как красиво. Вот видите, все вот примерно вот так вот в одном каком-то таком красивом стиле. Вот посмотрите, домик тоже какой замечательный. Вот все же, вот посмотрите, оп, красиво. Согласитесь, вокруг красиво. И это красиво тоже немножко состоит из того, что у всех крыши там черепичные или там примерно одинаковые по цвету, а не как там одна оранжевая, другая зеленая, третья красная, как светофор какой-нибудь. Или там у одного там конура, у другого замок барокко, у третьего какой-нибудь руко-ко-ко-ко-ко и так далее. Люди, которые едут за мной на машине, пытаются обогнать, они, конечно, удивляются, моноколесо здесь в новинку. Ну и, наверное, кусочек я бы вам расскажу о моноколесе. Вообще, что это такое? Вот я сейчас еду на конструкции, моноколесо. Я по нему обязательно сделаю ролик отдельный, но пока, вот сейчас я делаю неправильно, я поправляю лямки и могу потерять равновесие. Я балансирую сейчас на этом колесе, оно управляется интуитивно, то есть в чем вообще кайф от любого аппарата, который доставляет удовольствие. Это то, что штука должна управляться интуитивно. Здесь получается наклон тела вперед вызывает ускорение, отклонение назад вызывает торможение и, соответственно, ногами я могу колесо наклонять из стороны в сторону, соответственно, вызывать, ну, вызываю повороты его. Я сейчас особо не поворачиваю, двигаюсь, но вы видели, что я могу спокойно там чуть ли не на месте разворачиваться. И колесо очень устойчивое. Вам кажется, как это можно вообще на одном колесе ехать, это как в цирке медведь? Ничего подобного. То есть, когда оно на какой-то скорости уже идет, во-первых, гироскопический момент, что само оно по себе устойчивое, его сдвинуть достаточно сложно. этот эффект уже чувствуется после пяти километров в час. То есть, вот на колесе медленнее пяти, действительно, а я сейчас дороги съеду, поеду по тротуару, медленнее пяти километров в час на колесе действительно сложно ехать. На колесе можно красиво путешествовать. То есть, я люблю вот взять колесо и поехать куда-нибудь, посмотреть окрестности. Я также люблю это делать на велосипеде, но на велосипеде, например, интереснее в горы куда-нибудь дунуть. А там, где есть асфальт, колесо создает некоторое чувство полета. То есть, ты вот летишь сейчас, я вот так расправил руки, я чувствую, что я лечу. Нет вот этого движения туда-сюда, прыг-скок. И поэтому ощущение полета прям яркое, точное и четкое. Итак, я съехал с большой дороги, я объехал эту гору, с которой буду летать Апоттер с севера. Видите, как трасса 60 мой любимый фильм, если другой путь. И мы сейчас в новом мире, в мире под горой. Я пытаюсь сейчас потихонечку по асфальту добраться до грунтовой дороги. За мной какие-то машины ездят, сейчас я их пропущу. Какой-то трафик, представляете, дорога какая-то совершенно местного значения. А на ней едут и едут. Едут и едут. А мне нужно, друзья, как-то попасть вот туда. Я вижу, что там довольно много снега лежит. Как бы нам с вами, как бы мне не остаться с носом. Потому что по снегу мой, моему на колесо не едет. Мне придется его тогда тащить на себе, а это будет обидно. с другой стороны, это будет абсолютно спортивно. Оно меня довезло до горы, а я его затащу в гору, потом я на нем слечу с горы, потом я... В общем, куча-куча всяких экспериментов. В общем, я потрясен моноколесом, оно мне очень нравится. Еще раз повторю за что. Моноколесо дает ощущение полета. То есть, вот я сейчас лечу над землей. Это самый большой кайф. И никакие там вот эти вот... Никакие самокаты не сравнятся с колесом электрическим, потому что, во-первых, оно может на любой бордюр, ну, на относительно крупный бордюр запрыгнуть. Во-вторых, ему мелкие неровности дороги вообще никак не мешают. И самое главное, оно интуитивное. Его можно в любую машину кинуть. Ну, самокат, конечно, тоже можно в любую машину кинуть, но эта штука намного интереснее. И она дает именно то ощущение полета. И я сейчас, смотрите, с вами разговариваю. У меня в одной руке камера, в другой руке рука. Могу делать, что хочу. Бонжор. И ох, вот еду, еду вверх, еду вверх навстречу новым приключениям. Какой-то самолет летит. Подъезжаем к какой-то горной речке. В речках сейчас воды очень много. Речки половодные. О, Кучевка. Вот как раз там мы будем брать поток под тем облаком в перспективе. Я потихонечку поднимаюсь все выше и выше. Вот сейчас уже идет подъем. Вы, наверное, его не ощущаете, не видите, но он, этот подъем реально есть. И ну так, колесико в него бодренько шуршит. Я понимаю, что это кайф ехать на колесе в такой подъем, а не идти пешком. А в параплане, конечно, самая сложная часть это забраться на гору. Забраться на гору непросто. Но зато, когда ты забрался на гору, ты свободен. Эгей! Ну вот какой кайф, друзья, мы едем по лесу, а за спиной у меня счастье. Вот вы знаете, где счастье бывает хранится? Вот оно за спиной в рюкзаке хранится. параплан параплан это самая яркая квинстистенция мечты летать. Это самый доступный летательный аппарат, который только создан человеком. И я, например, мне сказали в 16 лет, Игорь, тебе не дано летать. У тебя слишком плохие глаза, они ничего не видят. Видят, но не очень. Они у тебя уши, которые не слышат. Одно левое не слышат. И у тебя сердце, которое не бьется. Ну, бьется ему не так, как надо. Поэтому ты летать не будешь. Так мне сказали врачи в 16 лет, когда я хотел стать парашютистом. Хотя бы на парашюте прыгнуть. Мне сказали, нет, да ты что, ты на войну не готов. Куда тебе парашют? Ты что, в десантники пойдешь? Соответственно, государству, Советскому Союзу было невыгодно, чтобы такой достаточно нездоровый молодой человек летал бы. Зачем это нужно? Истребитель водить не сможет. На парашюте спрыгать не сможет. Ну, нафиг он нужен. На что на него деньги тратить? И мне сказали, ты летать не будешь. А я хотел. А я решил, что буду. И я же летаю. Вот. И я, как вообще попал на параплан? Я занялся авиамоделизмом. Я летал глазами моих моделей, которые летали со мной. Ну, не со мной, которые я запускал. Как-то я выиграл соревнования авиамодельные. И мне дали посидеть в планере бланик. Такой большой усатый пилот литовский меня усаживал туда. Смотрел, а у меня из глаз практически слезы там капали. Он говорит, ну как? Нравится? Говорит, ну так летай. Я говорю, ну у меня глаза не видят, сердце не бьется. Так это ерунда, есть же дельтапланы. То есть, если ты по-настоящему мечтаешь, давай, поступай в авиационный институт. Я поступил. Я поступил в ХАИ. И это была просто бомба, потому что мне настолько ВУЗ понравился, настолько понравилась атмосфера вот этого творчества какого-то. Люди потрясающие, преподаватели огонь. То есть, ВУЗ это, я признателен Харьковскому институту за то, что этот ВУЗ делают вместе с родителями из меня, в общем-то, человека. Я мог летать, начать на первом курсе. Был дельтаклуб, ХАИ, но почему-то и вот как-то не сложилось. То есть, я настолько увлекся учебой, я стал настоящим боевым ботаником. Мне настолько понравился ВУЗ, что больше всего на свете я боялся оттуда вылететь. То есть, просто, что меня выгонят за неуспеваемость. И я учился, 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 получал ламиную стипендию, делал какие-то научные работы. В общем, кучу всего. И как-то вот немножечко, знаете, вот в жизни всегда можно что-то отложить. К сожалению, всегда, друзья, мы можем найти какое-то оправдание тому, чтобы не полететь. То есть, то работа, то еще что-нибудь, то учеба. И ты думаешь, ну завтра, ну, наверное, завтра, ну вот, как-нибудь завтра. Завтра я точно это сделаю, но сегодня я пока не, нет, я вот пока не готов, я завтра. И вот это все откладывается, 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 жизнь уходит потихонечку вот в этой суете. Брым, 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 брым. И потом в какой-то момент думать, а почему же я этого не сделал раньше? Почему все-таки при всех возможностях я не полетел на параплане раньше? У меня нет такого ответа, почему я до третьего курса дожил и еще не полетел, хотя мечтал об этом всю жизнь. Но может быть, знаете, как вот судьба, все к лучшему. И парапланы-то появились, они появились уже, были тогда, когда я учился на первом курсе, но это было настолько все несовершенное. И даже на, когда я попробовал параплан на третьем курсе, все равно это были такие еще матрасы летающие. Как я вообще летать начал на третьем курсе? Совершенно случайно. Так получилось, что я вернулся после каникул, началась новая сессия, как бы вот это уже грудь какую-то вызывало. Плюс я еще поссорился со своей девушкой, ну то есть мне тогда казалось, что мир все рухнул, то есть это была там для меня любовь всей моей жизни, и вот она вот все закончилась, и я с юношеским максимализмом решил, что как бы жизнь вообще прожита, можно на этом ставить точку. Да, ну так бывает. И как-то вот в этой вот грусти и печали я сидел, и приходит мой друг Игорь, компанец, он говорит, слушай, а у тебя вот вдруг одолжить там 50 долларов можно на два месяца? Я говорю, да пожалуйста, нафиг вообще мне не нужны деньги, мне одна мысль только там, о, все. Он говорит, о, классно, ну давай, он схватил, убежал, через час возвращается, говорит, во, смотри, с мешком, вот примерно такой же мешок, как у меня сейчас за спиной. Возвращается с этим мешком и говорит, Игорь, пошли летать. Говорю, ты что, задуманно как-то срухнул, как летать? Ну говорит, вот у меня параплан. А я видел какую-то передачу, как там на горах Донбай, где-то запускали парапланилиста, запускало его там 20 человек, там дул ветер, все это падало, швырялось. Ну я понимал, что вдвоем это вообще нереально сделать. Он говорит, да отлично, мы вдвоем справимся, поехали. Говорю, и что, и я смогу? Он говорит, конечно, ты же мне 50 долларов одолжил. И вот он это сказал, а я абсолютно не поверил, понимаете, потому что у меня там куча была авиамоделей, и они разбивались из-за вот этого дурацкого радиоуправления, которое там не работало, из моих ошибок. То есть мне вот, скажем так, с летным делом я запускал модели, все получалось, соревнования выигрывали. Выигрывал, но радиоуправляемые, то, о чем мечтал, у меня не шли. И также мне казалось, что вот, ну как я вообще могу полететь? Ну нереально как-то. И мы поехали на гору. В любом случае, Игорь меня уговорил, я, одна из моих мыслей была такая, ну скажем так, не полечу так все проблемы одним махом. Черкасская Лозовая, я уж не помню, как это место называется, Бугры. В Харькове это называется Бугры. Вот мы приехали на этой Бугры, и дальше Игорь достает этот мешок со стропами, и он расстилает, вот как-то, вот просто какой-то мешок невзрачный. И вдруг он делает какое-то одно такое движение, пау, и это надувается в огромную конструкцию в параплан. У меня глаза вот были как блюдца, потому что, ну как вот, вот какой-то мешок, и раз, что-то такое. Следующее движение он делает еще раз, надул, сделал шаг, и полетел. Сейчас, главное, чтобы я тут не полетел. Кстати, друзья, вот как выглядит лаванда. Вот как растет лаванда, лавандовое поле. вот эти вот штучки через 3-4 месяца, через 3 месяца, они будут все-таки голубого цвета, красивого. Я никак не мог поверить, что полечу сам. Мне казалось, что это нереально. Но Игорь потерял очки, раздул сильный ветер, и он решил, ну да, твоя очередь пришла. Мы спустились на самый-самый низ калма, так, чтобы метров 5 всего лишь перепад доставалось до низины. Он меня пристегнул и говорит, давай, вот это тянешь, это дергаешь. Я что-то потянул, что-то дернул, потом ветер, бац, и меня поднимает на 30 метров. На самом деле, просто это было небезопасно. Пришел порыв, меня выдернул на эти 30 метров, я вешу, ну, мне даже немножко страшно было. И говорю, Игорь, а что делать, сарус? Сраться, конечно, не было у нас никаких. Игорь, что делать? Он говорит, ничего не трогай, ничего не трогай, вообще ничего не трогай, все хорошо. Ну, и дальше я повисел, повисел, ветер чуть подстег, и я вот как висел, так вниз и опустился. Но это было такое, я летал, представляете, вот если вы не летали, вот представьте, что вы полетели первый раз, я летал. Это было откровение, я забыл про все эти там любовь и всякое такое, мне показалось, что это просто вот, ради этого страдать. Вот небо, вот оно, вот я летал, вот он, восторг полный. И, конечно, все, это просто щелчком таким чпунь, сейчас главное, чтобы я не навернулся, изменило мою жизнь в корне. И, оп, вечером я отправил телеграмму маме, мама требуется 350 долларов для осуществления мечты моей жизни. Мама была в диком шоке, потому что подумала, что сын единственной жениться решил. Когда я ей сказал, что это параплана, говорит, а, параплана, ну ладно, деньги я просто, деньги были заработаны. Летом и позволили мне купить параплан первый. То есть я в 20 лет я купил параплан. И как раз вот этим, мне кажется, параплан прекрасен тем, что он доступен, что обычный студент может взять и, ну, купить параплан, в конце концов. Ну, понятно, что не на стипендию, но заработать возможность была. я начал летать активно. Потом с ребятами мы сделали фирму Sky Country. Большой-большой привет. Начал летать на соревнованиях. Начал. Ну и потом, и продолжал учиться в институте. И потом появились вот самые яркие впечатления, какие после того, просто, что ты летишь. Яркие впечатления, это маршруты, когда ты первый раз поднимаешься к облаку. Вот ты трогаешь облако рукой. Ну, это же просто кайф. Потом горы. То есть, я попал на Демирджи. Я летал с Демирджи. Тоже восторг. Потом был Крым. Я в Крыму путешествовал, жил в палатке, жил в параплане, в конце концов. Знакомился с кучей интересных людей. Ну, фантастика. И вот это все вместе, это новый мир, новые друзья. Потом был Дельтаклуб КАИ, где я еще на Дельтаплане учился летать. И появилось, самое главное, это друзья были. То есть, появилась такая компания фантастическая, что, не знаю, это лучшие годы жизни. Это было настолько ярко, весело. Интереснейшие люди, интереснейшие темы, интереснейшие разговоры. На любой праздник нам нужно было, ну, как бы записываться. То есть, попасть было невозможно. Дельтаклуб КАИ, привет, друзья. Когда я закончил вуз, у меня была только одна мысль, как-нибудь остаться в парапланиризме. И мне повезло, меня взяла на работу фирма Паравис. Я начал делать в Паравис летную школу. Потом стал испытателем, испытывал, потом начал возить группы в Турцию, потом школа стала непосредственно моей. И 20 я придумывал лебедки, изобретал, в общем, летал, 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 налетал 3000 часов на параплане. И так парапланы изменили мой мир кардинально. И потом только, когда я уже многого достиг в парапланах, и мне стало, ну, даже не столько скучно, а те штуки, которые я делал, рекорды там ставил, в России, на соревнованиях летал. В 2010 году только я почувствовал, что мне хочется чего-то еще. Летая на параплане, я начал залазить немножко в такие рискованные ситуации и за год насобирал три посылки. То есть, не то, что я сломал что-нибудь, но я понимал, что вот в этой ситуации может окончиться плохо. В этой ситуации может окончиться плохо. И таких ситуаций было три. И я задумался, а что еще есть для исследования неба. И так я попал в планера, но парапланы, во-первых, я сейчас полечу на параплане, но парапланы это совсем другое. То есть, это что тебе больше нравится, парапланы и планера? Планера сейчас на самом деле больше такая работа уже, это отличный инструмент для исследования неба, это можно показать людям, насколько это красиво, прекрасно, ярко. То есть, действительно, потрясающий инструмент. А парапланы, ну, это, наверное, свобода. То есть, я бы так сказал, что параплан это свобода. Вот в параплане свобода больше, чем на планере. И на параплане есть еще огромное количество таких интересных штук, как путешествия сами. То есть, ты вот сейчас летишь, а потом дальше у тебя интересная еще часть путешествия, это как добраться до дому. Как вот ты приземлился, тебя должны подобрать или ты должен как-то сам добраться. Ну, интересно, на самом деле, вот в захватывающие всякие авантюры можно забираться. Я много летал по России, путешествовал, приземлялся, там у меня рекорд России 334 километра я пролетел из Подмосковья, почти до Курска долетел. И оттуда я выбирался на машинах, по пшеничным полям, там, летал под Рязань, у меня как-то ловили военные. Потому что параплан это... Вот, коэсистенция свободы. Я сейчас свободен, я один, там, ну, колесо со мной какое-то. Я путешествую, я наслаждаюсь миром вокруг, я заберусь, куда хочу, я взлечу. У меня был отличный опыт, я в 99-м году, у меня есть рассказ, даже называется, две стороны утра, я путешествовал по Испании, у меня был полный рюкзак снаряжения, я спал в параплане, какая-то еда была с собой, было там только 150 долларов и все. И поэтому я там экономил на чем мог. Ночевал в параплане, кипятил в воду в консервной банке, делал чай, доедал кусок, батон колбасы, который из Москвы еще привез. И жил вот в таком вот лесу, просыпался с птичками, пил воду из ручья. Знаете, такое вот настоящее реал единение с природой. Тем, кто не летал еще на параплане, я искренне завидую, потому что это просто потрясающий опыт. Обязательно попробуйте. И, например, если есть люди, которые выбирают, вот я думаю, вот с параплана я начать не могу, у меня там не хватает денег или там времени, еще чего-нибудь, начинайте с параплана. Это тоже какое-то количество времени, денег и так далее, но это очень реально, это очень доступно, это очень дружелюбно, комфортно и безопасно. То есть, то, что там говорят, ну, на параплане вы убьетесь. Ну, а на грузовых лыжах вы не убьетесь. Параплан, на самом деле, ого-го-го-го-го-го, друзья, ну-то мы и приехали. Фух, и так, друзья, я добрался вот оттуда, с северной части склона по снегу. Видите, колесо рядом со мной. С колесом можно ходить пешком, то есть, оно едет его за ручку вот так вот, видите, как я его везу. Но я не стал обзнимать это утомительное путешествие с парапланом по снегу, потому что интереснее же на колесе ехать. Поэтому я вот сейчас уже перебираюсь на южную часть склона. Ить! Ой! Ой, как же хорошо на колесе. Вообще, кайф! Вот это вот новый вид, мне кажется, парапланиризма. Катание... Ох, сейчас грязь! Сейчас-то тут... Катание на колесе и подъем на колесе. Ой! Вот как это выглядит дорога. Во! Видите? Южный склон. Вы уже имеете часть счастья лицезреть. продолжается движение моего на колесе. Красота! И пошли первые вспышки. На самом деле, кайф в том, что уже первые вспышки облаков. И... Ой! И вот сейчас пахнет... За что я люблю парапланиризм? За запахи! У меня как-то был полет. Я летел под Рязанью. Попал сначала там свалка какая-то была. Потом не знаю, еще завод какой-то, еще что-то, еще что-то. Ну и в конце концов я весь полдня летел. Воняло страшно. А потом я вылетел за город и попал на ферму. Еще со спинарника по точек сошел. И вот потом был самый кайф, потому что был плес, были запахи речки такие. Вот представьте, вечерняя речка, когда вот эта тишина уже снизошла на все вокруг. И вот этой водой пахнет вкусной. Купаются люди, ты видишь, как это все происходит. Ты берешь поток и вот он наполнен этим ароматом. Нет, друзья, рано я радовался, что я уже все снег проехал. Вот так вот не проехал еще снег. Ну вот. Как это? Тыч, тыч, тыч. Мы идем, 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 идем. колесо ругается, ему так не нравится. Здесь прям глубоко, глубокий снег. Ну, уже чуть-чуть осталось, я думаю, что... Ой-ой-ой, фу, какая жижа противная. О, первые цветочки. Вот, смотрите, цветочки и снег. Насколько это все красиво. какие контрасты. Аааа, обожаю. Ну что, друзья, хорошие новости в том, что я куда-то забрался, а плохие в том, что неизвестно, как теперь отсюда взлетать. Видите, идет склон. Я иду по южной стороне, ветер, южные порывы приходят, нормально, погода отлично, но дорога настолько глубоко зафигачена снегом, что я просто по ней двигаться больше не могу. Поэтому я вышел на перегиб и иду пешком по перегибу. Вот такая вот юху греча. Как вы думаете, где мы сейчас? Мы на дне бывшего моря. Вот аммонит и не один отпечатки древних ракушков. Абсолютно честный парапланеризм. Я уже немножко устал. Вон вспышки, видите, над горой. Один поток. Там Пик де Бюр тоже потоки есть. Отличные потоки в больших горах. Вот как выглядит моноколесо в горах. Оно со мной едет, я его, видите, за ручку. Макс, повезешь моноколесо папина? Как тебе, Макс, горы вообще? Да. Нравится? Ага, ну пошли дальше. Вот видите, мы по дороге идти уже не можем, потому что там снега по колено. Поэтому вот тут вот вырезаемся так, прямо по южному перегибу. Здесь есть вот такие проталинки, маркированная тропа, поют птички. Вот здесь коровы какие-то атомные пасутся, судя по этому самому навозу. В общем, все хорошо. Вот как колесо сам следует. Оно фактически само себя ведет. Ему, конечно, тоже не очень хорошо, но периодически проскальзывает. Но в целом, видите, большого, большой проблемы сопровождать собственное колесо. В таких путешествиях нет. Какое-то количество оно тебя везет, потом ты его, потом мы вместе, все вместе. Вот облако, к которому я сейчас хочу добраться. Фух. Вот чем отличие парапланиризма от планиризма. Все-таки согласитесь, что парапланиризм – это спорт. А планиризм, ну, типа, тоже спорт. Планер до старта дотолкать. Но это уже, конечно, не то. Так что, вон, цель нашего экспедиции. Видите, идет на склон, прямо заходит дорога. Чувствуется, я так похудею. Подождать тебя? Я тебя жду, мой хороший. Ну, беги скорее. Такой ты горный Макс, да? Да. Тебе нравится в горах, Макс? Да. Фух. Ну, вот так, друзья, намного лучше. Мне больше нравится ехать на колесе, чем идти пешком. Вот здесь наверху горы Апотер. Достаточно ровная гравийная плата. Ну, вы видите, что хорош ему на колесо может. Я просто еду по гравию. Ну, тут вот видно хорошо примерно качество грунта. Обычная такая гравийная особь, более-менее слежавшаяся. Поэтому прекрасно едет колесо, чтобы не говорили, что, а как же оно там, вдруг оно на кочечку заедет и чпок. Никакого чпок. Фух. Ну, конечно, подустал я чуть-чуть, скажу вам честно. В этой своей экспедиции рассчитывал я все-таки, что будет дорога. Без вот этих всех хитрых нюансов. Я сюда забрался, как вы видите. Вот, собственно, старт. Вот он весь. Весь вот этот вот красивый кусок территории. Это старт. Я думаю, что вот колдун впереди. Я отсюда и буду стартовать. Пока выключаю камеру, буду готовиться. Самое главное, друзья, когда вы забрались на гору, нужно всегда иметь возможность отказаться от полета. Потому что вот вы столько сил потратили, и вот сейчас, а как не полететь? И иногда просто нужно не полететь. А второе важное, что нужно сделать на старте, это не суетиться. То есть я сейчас устал при подъеме. Мне сейчас нужно успокоиться, спокойно, аккуратно подготовить снаряжение, чтобы комар носа не подточил, и потом взлетать. Время есть. В крайнем случае, что самое худшее? Я просто не полечу. Так что слушайте советы. Совет номер один. Лучше быть на земле и хотеть быть в небе, чем быть в небе и хотеть быть на земле. Эй! Да, задувает. Я сейчас на горе Поттер, на которой мы часто хулиганим на планере. То есть я периодически пролетаю вот по этому склону, вдоль этого склона ношусь. И сегодня я решил тряхнуть стариной и полетать на параплане. Потому что, во-первых, хочется. Во-вторых, есть на это время. В-третьих, прекрасная погода. И на самом деле мы канал переименовали, он теперь называется «Мечта летать». Я планирую как можно больше видео выпускать и не только о планерах, но и о самолетах, о парапланах. Вот я снял ролик, как я ехал по всем склонам, по снегу и так далее. Вот это моноколесло смогло меня затащить на гору. У меня страховал мой сын Макс. Макс, как ты? Хорошо страховал? Да, мы мчались вот там в долине. Это же аэродром в конце долины. И там стоит на аэродроме, если присмотреться, планер. Но сегодня не планер, сегодня параплан. Я застегиваю ножные оплаты. Сие важно, потому что, сразу буду рассказывать истории. Однажды мы пошли с моим другом Алексеем Кругловым летать, испытывать новый параплан. Забыли подвеску и летали за ремень. Вот здесь на ремне пряжки, видите, такая пряжка. Вот мы в эту пряжку вдевали карабин, шильтик, прицепляли к себе. А карабины на поясе таскать было дико модно. То есть ты ходишь такой весь по метро, и у тебя карабин такой. И вот мы сняли карабины, прицепили. Сначала Леха сделал пару полетов. У него все оторвалось. Он-то метров с двух упал. Мягенько. Потом я. В общем, было весело. Ну теперь времена другие, мы ничего не забыли. Главное теперь мне не перепутать, что куда цеплять. Грудной есть. Эта штучка тоже есть. Максик, да, папа волнуется. Мой хороший. А куда я сделал свое алло? А, алло, вот. Где мой телефон? Видите, до чего дорос в мир, что без телефона что-то сделаешь. Так, вот оно чудо параплана. Вот этот мешок. В этом мешке счастье. Да, папа? Да, папа. Параплан. Доставай счастье, Макс. Помогай. Ага. Ай-яй-я. Ай-яй-я. Так. Ого. Готовимся и сразу же упаковываемся. Зато вот вам прямой эфир, как это бывает вообще по-настоящему. Мама. Мама. Макс, тебе нравится параплан? Да. Да? Да, да, да. Это чудо счастья? Да. Макс, на самом деле, летал уже с этого, как раз с этого старта. Макс летал на параплане. Нам помогали друзья. Была такая переноска крепкая. И мы в эту переноску запихнули всю семью. Мне готовят снаряжение. Видите, какой халявчик. Ну, привык, что все за меня делают. И параплан раскладывают. Каждая струпа держит вот такая 200 килограммов. То есть, эта штука очень крепкая. Там есть парапланово-уловительная будка. Папа пошел спускается, он чуть-чуть ниже по склону. Там меньше дует. Друзья, прошу прощения за то, что я не покажу вам взлет. Для этого нужно все-таки телефон выбросить. Достаточно сильный дует ветер. Вот сейчас порыв метров восемь. То есть, предельно. Я попробую взлететь. Может, потом в воздухе включу телефон. Вот орел летает. Как у нас, посмотрите, как красиво. Пропивается еще. Красавчик. Мне нужно сейчас сделать несколько вещей. Первое, все-таки распутать окончательно параплан. Но стартовать нужно как можно быстрее. Потому что под вечер давали, что будет косить запада и так далее. То есть, мне нужно в ближайшие полчаса стартовать. Фух. Итак, друзья. Как я уже говорил, какое мудрое решение можно сделать? Это не лететь на параплане. Тогда, когда погода этому не способствует. Почему решил не лететь? При вроде кажется, вот смотрите, какая ласковая погода. Во-первых, был ветерок. Я, может быть, ставлю кадры из прямого эфира, который мы делали. И когда приехали, задувало метров пять-шесть. Еще можно было стартовать. Потом пошли порывы восемь метров и это уже все. То есть, восемь метров в секунду тот порыв, который даже я вот при моем опыте, а тем более с таким перерывом уже не переварю. Это первое. Да, я должен был лететь на тандеме, должен был лететь с моноколесом. В этом была задумка. И прогноз был хороший, но мы опоздали где-то на час. То есть, если бы мы на час раньше приехали, я не рассчитывал, что будет снег. Что столько времени я потрачу на пешкодрал по снегу. Все вместе. Значит, так нужно было. И вот этот момент отказаться от полета. Давайте к ленточке подойдем, я попробую пояснить. Вы сейчас по ветру увидите, что творится. Когда мы сюда приехали, ветер был строго в склон. То есть, он дул вот так вот. А сейчас ветер, вот я камеру против ветра ставлю под... Ну, лучше даже не 45, уже 60 градусов в склону. Да, посмотрите, вон там ленточка, вот она, колдун. Видите, развернул вообще в обратную сторону. То есть, перекладывает ветер на север. Что и должно было быть. Вот этот вот кусочек юга, который сегодня был, это, ну, такой вот был затешок между несколькими днями сильного севера. И он, по прогнозу, был, мы на него опоздали. То есть, были, когда он стал слишком сильный, южный ветер. Потом пошли затяжки, затяжки, затяжки. Но было страшновато, начало подкашивать. И когда совсем закосило, сейчас ветер слабый, сейчас можно было бы стартовать, но он дует вдоль склона. И что страшнее, он дует вот, видите, там у нас холмик. И вот с этого холмика как раз можно отхватить хороший ротор. То есть, в чем отличие в данном случае параплана от планера в том, что параплан больше подвержен вот этим всем атмосферным возмущениям. И на нем нужно быть внимательнее как со стартом, так и вообще за залетом, за всевозможные препятствия. И чтобы летать на параплане долго и счастливо, нужно иметь возможность отказаться от полета. На равнине таких проблем чуть меньше по той простой причине, что как поставил лебедку в поле, так поставил. Является проблемой только сила ветра. В горах, помимо сил ветра, еще и направление ветра достаточно сильно влияет. Потому что, ну, сейчас была бы другая ориентация старта, мы могли бы взлететь. Но при ориентации на юг и западном ветре, сейчас получается с юга через запад перекладывает ветер на север. Вот за тем холмом есть стартик западный, можно было туда подняться. Но так как все-таки со мной поехала семья, то не хочу их сейчас бросать. И второй момент, что одному стартовать вот в такой конфигурации, тандем, моноколесо. Никого на старте, непонятные перспективы, да ну и в баню. Чем дольше летаешь, а как это, чем дольше живешь, тем больше летаешь. Вот, кстати, вот он задул направление ветра, друзья. Вот сейчас вот такое, вот все переложил на север. И вот эта вот перекладка на север, самая страшная штука, которая может быть. Потому что, если бы я взлетел, то можно было бы отхватить очень лихой ротор на южном склоне. Сошел бы поток с юга, пришел бы плюх с севера. Вон, хорошо видно, как на север переложил, видите, колдунчик. Ага. И все, я-ля-улю, приехали. Есть замечательное видео, как моя жена в такую же ситуацию попала на горе Шабар. То есть дул люк, потом его переложила на север. И вот в момент, когда она переложила все на север, она была в воздухе. И получила такой рок-н-ролл на параплане, что ого-го-го-го. Разберем этот случай. Я картинки сделал и есть видео засняли. Чудом. Но секретное пока. Мама полетела! Давай-давай, в него входи, входи, больше скорости дай. Ой, ой, ой. Запаску, запаску брось. Запаску брось. Мам. Мам. Тос, ответь в рацию, как смотришь. Вот такой вот первый день у нас полета на параплане. И мне, конечно, очень сильно хотелось полететь. Вот не скрою, прям хотелось, хотелось, хотелось. Но я посмотрел, подумал. И решил, что я могу летать долго и счастливо еще. И вот этот полет ничего не решает. Поэтому я дождусь хорошей погоды. Заеду еще раз на моноколесе. Повторю истории все, которые хотел рассказать. И полечу. Летайте безопасно, это самое главное. Друзья мои, пытаюсь взлететь с моноколесом. Оно у меня под ногами. Надеюсь, что получится. Погода соответствующая. В прошлый раз это была попытка с горы Апотор. Но раздул очень сильный ветер. Сейчас условия вроде как неплохие. Я надеюсь, что у меня получится. Я кирдык как волнуюсь. Потому что, во-первых, давно не летал один на параплане. Во-вторых, ну просто волнуюсь. Вот представьте, что человек с налетом в 3000 часов волнуется. Я попытаюсь сейчас сделать рывок. Который приподымет. То есть, как только крыло начнет наполняться. Крыло будет уже держать на себе моноколесо. И будет не сложно мне бежать. Но вот это начальное движение, оно конечно неудобное. Я как-то поднимал дядек весом 120 килограммов вот так с земли. Когда они падали. Но я был молодой. Мне тогда было всего 26 лет. И это было... Ё-моё, это было аж 20 лет назад. Попробуем. Туська, отходи. Так. Воздух свободен. Чист. Направление ветра норма. Как по силе? Ничего, Туся? Слабенько. Слабенько. Подождать порывчика? Да. Давай подожду порывчика. Потому что мне сейчас разбегаться со всем этим говнищем будет тяжеловато. О, порывчик. Я пошел. Завязка на правом ухе. Ухе. О, нет! Надо! Ой, ты! Баба-баба. Друзья, фальш-старт. Небольшой фальш-старт. Сейчас поднимемся вверх по склону. С этим всем барахлом. Старты в горло вывел идеально. Но выпускающий, в данном случае Туся, сказала, что завязка на ухе. Можно было ее после взлета растрясти, наверное. Но зачем нам нездоровый хайп? Правда? Тем более в прямом эфире. Так. И, друзья, как назло, стих ветер. Сейчас. Мы сегодня снимали видео с разбором полета моей жены. Как она лихо зажгла здесь. Именно примерно в такое же время. Часа в четыре. Пять. Когда ветер перекладывало с южного на северный. Ну и вот сейчас та самая... Ну и не та самая картинка, но близкая к тому. Поэтому ближайший порывчик и надо стартовать уже. Ждать больше точно некуда. От порывчика, как водится, нету. Заштелило. И скажу я вам, мне еще и очень жарко. Потому что я одел на себя кучу всего. И мне сейчас жарко. Даже в шортах. Так. Отлично. Порывчик ветра. Поехали. Чисто! 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 эх-э-э-э-э-э-э-э-э-эй Эх-э-э-э-э-ээ-э-эй! Папаааа! Макся Макся Папа 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 Друзья Мне удалось это сделать Плантировка отличная Параплан летит прекрасное Колесо удобное у меня на коленках Девушку на коленках держать конечно лучше Но и колесо тоже не так плохо Туся Туся Вы прямо в эфире? Да мы в эфире Все рады Отлично друзья я сейчас попытаюсь Пойти через этот потоп который был Но он конечно тохненький Пап ты чего гадал Восточный компонент присутствует достаточно яркий Так что я нажав от нее пойду Я сейчас вешу вот на раз Сейчас будет прикольно сесть на елке друзья Вот это вот Макси Скажи всем Капец огонь Макси скажи всем Капец огонь Как я тебе научил сын Огонь Капец Отлично Куда Сейчас Капец 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 Старт Ну нет я конечно не выше старта Мне так казалось что я вообще такой крутой уже выше старта Ничего подобного На уровне вот сейчас выше Да ну ладно Лечу потихонечку к вам Покачивай туся так Покачивай чуть чуть Прогрев есть Да Тучки Female Это ворон Макс Ну Орел он коричневый А этот черный Ни как-то куда-нибудь лететь или на посадку, или высоту набирать, а то так я сейчас на ёлке сяду. Ой, как сажает-то. Ёлки острые. Голючие ёлки. Выбирай серенькие, они мягче. Не хочу мягче. Ну, в смысле, хочу мягче, но вообще ёлки не хочу. Ну, вот я махаю вам рукой. Как правильно по-русски? Машу или махаю? Машу. Машу рукой вам, друзья. Иди сюда. О, ногами я махаю, машу. Да, ногами машу. Папа, иди сюда. Сейчас будет прикольно сидеть на ёлке, друзья. Вот это будет, как вы, скажи, чем консентный бой. Папец, огонь. Погоды, да, достаточно много. Можно найти, можно выбрать совершенно потрясающие дни для полётов на проплане. И получить несказанное удовольствие от этих полётов. Эть! Что я вам обязательно в наших дальнейших встречах продемонстрирую. Так. Вот по таким тропам, друзья, приходится идти. Чего только не сделаешь ради весёлого путешествия. Во. Но зато как уютно. Посмотрите, какая уютная. Я мог бы вот на такой полянке на самом деле заночевать сейчас, если взял. А хотя у меня он есть проплан. Представляете, вот так вот сейчас ложишься спать в проплане. Просыпаешься, летишь дальше. В общем, такой бивак. Это перспектива. Ну, конечно, не знаю насчёт моноколеса в биваке, где его заряжать. Но если взять много солнечных панелей, например, и зарядное устройство, то вполне можно заряжать колесо. И заезжать на разные интересные старты. То есть, такой личный транспорт с собой летающий. Колесо, на самом деле, можно не такое большое. То есть, вот у меня этот Кенсонг 18L. Оно весит 23 килограмма. Можно взять за 16 килограмм какой-нибудь V8 Emotion. И будет самый зашибись. Так что, я надеюсь, я всё-таки сделаю ролик, как я летаю с колесом. И вообще, это тема. Новый вид спорта изобрёл. До новых встреч. До новых встреч, глубоко уважаемые любители всех видов спорта.